Речь идет о клинических рекомендациях злокачественного образования подмечной кишки и логикосекунного отдела, которые представлены на сайте Ассоциации Околов России. Если вам лучше воспринимать, вы можете просто зайти на сайт и увидите их там. И надо сказать, что вы пересматриваете каждые три года, там сайте опубликованы уже и 20-го года, и 21-го есть пересмотр, и даже 22-го года уже в стиле редакции, то есть с внесенными изменениями, но также они есть. Я сразу добавлю, поскольку я вхожу в научно-практический совет, если там есть пересмотры, которые отличаются от пересмотров 20-го года, то они пока не приобрели полной легитимности, потому что через научно-практический совет они никак не проходили. И, строго говоря, менять самостоятельно что-либо там не имеют права. Это центральный центр экспертизы контроля качества и утверждения научно-практических советов. На сайте можно найти разные версии. Вот это меня и удивило, когда мы с вами общались. А я позволю себе прямо вот с заглавной страницы. Смотрите, называется «Злокачественные новообразования ободочной кишки и ректосигмоидного отдела». Даже в докладе Ирины Осиновны она нам показывала несколько злокачественных новообразований, включая лимфовые кишки, гастроэнтестинальные истромальные опухоли кишки. Я бы, например, увидев рекомендации такого рода, понял бы, что там речь идет обо всех злокачественных новообразованиях. А на самом деле речь идет только об обителиарных злокачественных образованиях, то есть о раке ободочной кишки. И второе. Все-таки, я некоторые вещи повторю, но в моем понимании, вот я сейчас сам работал над рекомендациями и по инородным телам, вот сейчас по полипам кишки заканчиваю, в рекомендациях, особенно в их формулировке, в определении, в терминах, на мой взгляд, должно быть выверено не только каждое слово, но каждая запятая. Я вчера приводил известный всем пример, казнить нельзя помиловать, да? Куда запятую поставишь, либо казнят человека, либо помилуют. И во многом случае, во многих случаях и в рекомендациях так. Так вот, и к терминологии надо подходить. Если вы спросите любого анатома, существует ли ректосегмоиды отдел ободочной кишки, то ни в одной книжке вы этого не найдете. Потому что есть ректосегмоидный переход, но не отдел ободочной кишки. Поэтому я бы сразу призвал к тому, чтобы очень тщательно проверять каждое слово, в том числе даже заглавие. Пойдем дальше? Да. Здесь, соответственно, что мы на сегодняшний день, да, по какому делу будем работать. То есть на несколько слайдов, буквально 6-7, с выдержками из этих рекомендаций всего страны, около 70, а сейчас чуть ли не 90 достигают. Именно тех аспектов, где задействована эндоскопия. Соответственно, давайте посмотрим. Вот первое, где задействована эндоскопия, это в разделе стадирования раннего рака ободочной кишки. Владимир Владимирович с нами тоже, Владимир Владимирович. Если можно, примите с нами участие. Тем более, что большей частью, конечно, эти рекомендации написаны именно для онкохирургов и химиотерапевтов, не для специалистов, занимающихся ранним раком. И мы будем... Вот смотрите, давайте вот это важный вопрос. Стандирование по кикуче. Я твердо знаю, правда спорят, кто первый применил. Я нашел работу чуть ли не 84-го года. Задолго, то кикуче, в работе на японском языке, кудо-сенсей, приводится исходно стадирование раннего рака кишки с инвазием под слизистый слой на три части. И то, о чем сегодня и Владимир Владимирович, и Алексей Александрович, и Павел Владимирович говорил, о микронах родилось только потому, что в образце, который мы получаем при резекции и при десекции под слизистым слоем, отсутствует возможность равномерно поделить под слизистый слой на три части. Это можно только сделать, когда резюцирована кишка. Когда есть мышца, и мы твердо можем разделить под слизистый слой на три части. Это первое. Так что, если говорить о стадировании... Но здесь речь идет вообще о другом. Здесь речь идет о том, что по данным МРТ и эндоузи, можно разделить под слизистый слой на три уровня инвазием. Вот я хочу всех спросить. Возможно ли это вообще в жизни? Бывает трудно вообще определить поверхностную глубокую под слизистую инвазием. СМ1 и СМ2. А можно ли реально до вмешательства СМ1, СМ2 и СМ3 выделить? Давайте, Павел Владимирович, поскольку вы у нас обозначены, давайте с вас начнем. Как вы считаете? В этом и есть такая методологическая слабость любых таких рекомендаций, о том, что мы можем оценить верность принятого решения, только уже имея гистологию. И в этом же проблема. Ну, пусть за МРТ скажет нам Владимир Владимирович, это клинический онколог нашего учреждения. По эндоузи, ну-то однозначно можно сказать, вчера, кстати, мы перекликались с раком желудка, у которого под слизистую слой существенно более выражен. Вчера показывал, просто был очень наглядный откачат. Олег Борисович, что даже в желудке достаточно затруднительно, где-то в эпитрепе существенно больший под слизистый слой, нельзя уверенно сказать, на какую глубину прорословного образования. И показывал противоположные вещи. По эндоузи кажется, мы вот только чуть тронул под слизистый слой, там было чуть ли не Т2, и, соответственно, наоборот, ну, показалось, что достаточно глубоко мы взяли пациентку из-за того, что она там пожилой сопутствующей патологии, сделали диссекцию, а там едва ли СМ1. Хотя на эндоузи было полное впечатление про остание глубины от слизистого слоя до максимальной глубины. Поэтому по эндоузи, уверенно, никогда нельзя говорить. Абсолютно точно. Но тем более бы МРТ, да, как вам кажется? Да, действительно, эндоузи позиционируется как раз для более ранних форм рака, но МРТ также применяется. И в частности, что я могу сказать за нашу клинику, что глубина энвазии Т, специфичность у нас находится на уровне 56%, а чувствительность 95%. Что это значит для критерия Т? Чувствительность у нас отражает тех пациентов, то есть ложные, негативные. То есть если мы говорим, что, к примеру, опухоль Т2, а она в реальности Т3, то есть мы недостандировали. Это чувствительность, она у нас 94%. Но специфичность у нас всего лишь 56%. А это говорит о чём? Мы говорим, что это опухоль Т4, а в реальности это опухоль Т3. И что касается раннего рака, это практически невозможно. Но там, где ещё более-менее подслизистый слой выражен, ну, может быть, они могут дать какую-то картину. Но я расскажу один яркий пример. Обратилась к нам пациентка. При ректальном осмотре я смотрю, что это инвазивный рак, ну, к примеру, Т2, Т3. Мы отдаём на МРТ, и нам за отключение МРТ говорят о том, что у вас хаггит 1,2. При этом мы видим лимфоузел в латеральном пространстве. Мы отдаём эндоскопистам, потому что МРТ-специалисты говорят, не может быть поражённым лимфоузел приходит 1,2. Мы отдаём эндоскопистам, они говорят, нет, тут подслизистая основа задействована, мы оперируем пациентку Т3 с латеральным лимфоузелом. То есть никакие диагностические методы на сегодняшний день не дадут стопроцентной специфичности и чувствительности. А вот то, о чём мы говорили, если вы сделали, вы видите, что неглубокая инвазия, и вы сделали диссекцию, определили факторы роста, по сути дела, это главный инструмент для дальнейшего движения. Мы до операции, к сожалению, мы слепы. Что касается глубины инвазии, я полностью согласен. Я принципиально не пользуюсь этой классификацией кикуши, потому что без диссекции мышечного слоя невозможно разделить слизистую на три части. Когда я вижу это в заключении при везде, что какой-то СМ написали, у меня сразу возникает вопрос, от чего вы считали. Потому что, когда мы говорим о классификации Уэна, которая по миллиметрам, там считаются миллиметры от собственной мышечной пластинки, от поверхности слизистой, а не от глубины. Поэтому она, с моей точки зрения, имеет больше практическое применение, а вот СМ-2-3, она наоборот будет заводить больше заблуждений, потому что эндоскопист удаляет, к примеру, одну вторую слизистую, морфолог делят ее еще на три, и, по сути дела, мы видим один миллиметр глубины инвазии, а он дает СМ-3, потому что не вся слизистая была забрана. Поэтому, мне кажется, она не очень имеет практическое применение. Что касается предыдущего ректосегмоидного отдела, все-таки мы склоняемся к тому, что это отдела. И действительно, в последнее время сейчас появляется публикация о том, чтобы от ректосегмоидного отдела отказаться, так называемый сегмоид-тайков. Так вот, я должен предостеречь. Во-первых, анатомами было доказано, что ректосегмоидное отдел отличается от ободочной кишки, отличается от прямой кишки, в частности, своей толщиной мышечной стенки. И часто рецидивов при ректосегмоидном отделе порядка 10%. То есть для ободочной кишки это крайне высокие цифры. Если мы говорим, концепция современная тайков, она говорит о чем? Что нет ректосегмоидного отдела, есть всего лишь точка. И что ниже этой точки – это прямая кишка, а что выше – это сигмовидная кишка. Но равнять ректосегмоидный отдел с сигмовидной кишкой результата, с моей точки зрения, это крайне некорректно. Поэтому ректосегмоидный отдел все-таки, действительно, эта история тянется еще из древних времен, скажем так. Его выделяли, и С19 ему не просто так в МКБ дали назначение. Поэтому, с моей точки зрения, я бы все-таки оставил ректосегмоидное дело, и это как отдельное, скажем так… Мы с этим не спорим, мы лишь про терминологию. Да, да, да. Хорошо. Алексей Александрович, как вам кажется, вот по кикучи именно… Про морфологию, мне кажется, нам все понятно. Нет мышцы, невозможно поделить достоверно на три слоя. Поэтому для раннего… для ранних опухолей наших не годится. И в парижских… поэтому и предложили, когда принимали парижскую классификацию, деление на… по микрону. А вот, еще разочек, давайте, чтобы усилить. Да, я отвечу, что в морфологию сейчас, на данном этапе, углубляться, но отвечу, что МРТ, тем более, если мы говорим про ободочную кишку, никогда не ответит вам на вопрос про СМ1 точно. Они не всегда могут определить Т1, Т2, Т3, даже иногда не могут определить МРТ, КТ, а уж СМ1, СМ2, СМ3, лучевые методиагностики не определяют однозначные. Ну, и по долью масла в огонь, мы знаем, что японские коллеги практически не используют МРТ для предоперационного стадирования глубины эвази. Ну, в редких случаях используются. Ну, и, наверное, если аудиторию спросить, вот, у кого конкретно проводится эндосонография толстой кишки, вот, для некого стадия, поднимите руки. Прямой или ободочной? Ободочной. Прямой у нас постоянно. Ободочной, это рекомендации по ободочной. Здесь, в плане, в прямой. Нет, вы договорите ободочной, а не толстой кишки. Ну, мы... Ободочной. Большинство людей, это комплексный датчик, в любом случае, который дальше прямой кишки, ну, крайне затруднительно завести. Мини-датчики мало у кого есть, если не ошибаюсь, сейчас они вообще недоступны к продаже. И уже используются. В общем, я думаю, что мы... В общем, это просто... Аккуратно. Можно аккуратно с этим больше. Не касаться тучи. И надо будет. И мы внесем предложение о том, как изменить, да? Собственно говоря, и классификация по Хагиту, она тоже может быть нивелирована введением классификации Уэна. Там меряется один миллиметр либо от собственной мышечной постинки, либо от изъязвления Уэна. Поэтому, мне кажется, единую классификацию ввести по микронам, по миллиметрам, как удобно. Это будет проще. И то, что касается классификации Хагит, все-таки мы сталкиваемся с тем, что иногда потолгоанатомы дают заключение по Хагит не только для полипов на ножке, но и для полипов на животном основании. А все-таки сейчас не рекомендуется, что Хагит все-таки рекомендуется, даже вот по тому, как оно описывается, только для новообразования на неизмененные ножки. Потому что, если описывать по Хагит образование на широком основании, то практически, действительно, начиная с уровня 1, это уже будет глубокий ревазинг. Это слизистый слой и совершенно, так скажем, неверные тактические выводы по этим пациентам. Да, и, наверное, поправкой, может быть, было бы не лишним нести все возможности эндоскопии. Обязательно, обязательно. Потому что, как у нас есть в резерве массы сейчас технологии, которые позволяют, все уже, да, вчера раз говорили об этом, о макроскопических признаках, микроскопических признаках, на основе которых мы можем уже говорить о наличии, как минимум далее, либо отсутствующих баз. Да, вот практически то, что сегодня Алексей Александрович рассказывал, и по его адресу. Степень чувствительности на порядок выше, нежели то, о чем мы речь в данном положении. Пойдемте дальше, потому что мы очень элимитированы. 6 минут там осталось. Да, у нас, в общем-то, есть, что еще обсудить. Вот пункт, в котором говорится о том, что пациентам раком ободочные кишки до начала лечения рекомендуется выполнять полуноскопию с биопсией. Ну, вот как я говорил, они, рекомендации действительно понятны, они ориентированы на распространенные опухоли и на хирургии, трансабдоминальной хирургии. Ранний рак немножко как пасынок здесь, именно поэтому, как и в рекомендациях по раку желудка, там вообще ничего не говорится о том, как брать биопсию и надо ли ее брать у пациентов с ранними раками или подозрением на ранний рак. Да, тут вопрос, как все же уже был доказан, рак ободочной кишки без биопсии, без полуноскопии, то есть тоже речь идет уже о том, что лечение без предварительной диагностики. В европейских рекомендациях звучит приблизительно так, что если по данным предварительного оценки по всем эндоскопическим критериям шкал, предполагается удаление через эндоскоп новообразования, то вообще не рекомендуем брать биопсию, чтобы не создавать фиброз под слизистым слоем. Конечно, если есть подозрение на то, удастся или нет, или есть подозрение, что опухоль носит, скажем, низкий или малодинференцированный характер, а тем более перераспределённый опухоль, да, всё справедливо, надо брать из наиболее изменённых участков. Единственное, что, тут во многом, конечно, перекликается вчерашнее отсуждение пораха желудка, что надо писать о том, что на сегодняшний день взятие биоптатов необходимо выбрать точки для взятия биопсии по данным предварительной, ну, оптически детерминированной. Потому что, Виктория, вы же вчера показывали ситуации, когда 5 мм в сторону, и вы получите просто тяжёлую дисплазию, ещё 5 мм, получите лёгкую дисплазию. А если вы возьмёте как раз из зоны беструктурной, вот там как раз вы получите отвертый реценол. Ну, если говорить о биоптатах, которые вот указаны 3.5, то по последним исследованиям, это должно быть не менее 6 биоптатов для более чётко верного получения диагноза. Мне кажется, надо спокойно просто предложить вот это то, что мы сейчас говорим, обсудить, как это положено в рабочей группе, и всё это внести. Ну, следующее предположение в том, что с установленным диагнозом при невозможности выполнения тотальной полноскопии рекомендуется с целью исключения синхронных опухолей выполнять или госкопию, или КТ-полонографию до начала лечения, либо тотальную полноскопию в течение 3-6 месяцев после операции. Давайте спросим, Владимир Владимирович, если стенозирующая опухоль ректо-седьмойного отдела не сумели пройти, ну, понятно, что вам надо, то есть, тех, кто идти на оперативное лечение, знать, что там происходит в правой половине. Что вы сейчас выбираете? Какой метод исследований? Ну, я могу сказать предоперационный и интраоперационный. Пред, да. Пред, сейчас скажу. Предоперационный ирегаскопия, катакулонография, конечно, на мелких образованиях, в которых может быть злокачественная опухоль, она не выявит, и говорит полагаться 100%, что пациент не нуждается в никаких дообследованиях после операции, конечно, неправильно. Можно применять? Можно. Как я бы не стал это утверждающим, то есть, как вариант, как опцию, можно сделать ирегаскопию. В реальности, если у вас есть какие-то сомнения при интероперационной ревизии, либо у вас хорошо подготовленная толстая кишка, можно интероперационно сделать колоноскопию после отсечения препарата. И такие случаи у нас бывали, абсолютно нормальная процедура. Потому что, если идёт, тем более, через лабораторный доступ к операции, и у пациента найдётся в другом участке ещё долго делать повторную лабораторию, ну, как-то не сильно. А колоноскопия на столе – это возможная опция, если есть у вас содружество, нормально подготовленная кишка, почему бы не. А если между выбирать, наверное, ирегаскопией и КТ-коллоком? Я думаю, это примерно... Мы работаем, ну, по сути, в одной клинике, во всяком случае, кричу, кричу, кричу. То от нас, в принципе, коллопрактологи, и на консилиум, это и заранее всё обсуждается. Ну, положение такое – кишка должна быть отследована. Вот. Принципально, конечно, для малых новообразований, ну, ни одно из исследований не может соперничать с колоноскопией. Ну, не могу сказать, что стоит ли это экстраполировать или нет, я ускорюсь, буду говорить уже теперь. Но мы делаем титарную колоноскопию, ну, наверное, всегда или почти всегда. Значит, опции-то не так много на самом деле. В абсолютном большинстве случаев мы просто берём, что называется, кедиатрический доскоп. Если у пациента нет клиники, хотя бы интермитирующей толстокишечной непроходимости, то детский антиколоноскоп, он проходит всегда. Абсолютно всегда. За исключением, за редчайшим исключением, это чаще всего инцидивы после химио-лучевой терапии, либо после комбинированного влечения, когда структура антиколоскоп очень грубая. Вот. Это казуистические редкости, её можно пренебречь. Либо вторая позиция, у нас такая работа ведётся, кандидатская работа пишется, это о стентировании толстой кишки на ответ операционного мета. Потому что о стентировании, естественно, без завышения показаний, мы пользуемся своей полно-абстрактивной скейл, когда мы оцениваем риски субклинической полосокишечной непроходимости, и далее пациенты слепо-андомизируются, либо на стон, либо на стен. И либо стома, опять-таки, либо стенд. Но они делаются не столько, может быть, ну, отчасти с целью до обследования пациента, но фактически для того, чтобы разгрузить кишку и установить микроциркуляцию. Поэтому либо в том, либо в другом случае, либо, ну, вот, как бы, ну, всяко бывает, можно и в операционную, конечно, приехать на колоноскопе, но это всё-таки достаточно классический подход, либо тонкий эндоскоп, если не помогает, стома стенд, ну, тот уже. Через какое время после стентирования? И это работает. Через какое время после стентирования вы делаете уже тотальный стенд? В течение 5 дней после стентирования пациенту будет выполнен на колоноскопе. И там дальше по расписанию будет заявляться. То есть, за какое время ему расправиться, укрепиться, и после этого готовить и делать, да? Да, инфрациркуляция восстановится, и пациент успеет адекватно подготовить кишку и рассматривать. Спасибо. Если можно, я чуть-чуть добавлю, если вы всё-таки делаете в диагностическом учреждении, это очень важно, чтобы этот пациент сразу попал на хирургическое вмешательство, потому что с отсрачиванием времени от установки стенда до хирургического лечения это отражается негативно на общей выживаемости. Это нужно учитывать. Обсуждали, как раз Павел Владимирович докладывал, мы обсуждали этот вопрос, как вообще влияет установка стенда на семей день. То есть, как опцию, да, это хорошее, но нужно ещё и стать. Пройдём дальше, да? Да, дальше идёт рекомендация рассмотреть возможность применения органосохранящих и функционально щадящих способов лечения. органосохранящая резекция с листополочки с десекцией. Кто-то такой микс предложен, с десекцией в подслистом слое, а с высокой эффективностью. Ну и, соответственно, ряд комментариев, и в том числе факторы указаны, которые тоже, в общем-то, обычно уже постфактум. Павел Владимирович, как такая рекомендация и... Резекция и десекция, это я... Да, здесь рекомендации, то есть... Либо резекция слизистой, либо... А методика, да, лечения при раннем. Ну, я сегодня озвучивал, как бы изначально-то у меня была идея, в том числе, про рекомендации иностранных, вы говорите. Свою... Нашу позицию мы озвучили. При подозрении на рак или на ранних сравнительных образований более двух сантиметров, мы все-таки стараемся делать десекцию. Наша позиция, просто, выполнять десекцию. Но вот другая сторона, европейцы, ну, третья сторона, и сейфонцы, да, у них там другой подход. Опять-таки, вспоминаю вчерашний вид, они длились совсем с разных сторон. Все-таки, может быть, это не всегда целесообразно. Но при подозрении на малегнизацию десекция однозначный для нас метод выбора в помешательстве. Если же мы... Ну, о чем мы говорили еще там на предыдущих докладах, да, гранулярное новообразование, абсолютно без признаков возочисления. Допускаем ли мы там весь медресекцию? Ну, да, допускаем, но мы стремимся в десекции все равно в таких случаях. Мне кажется, что надо просто вот то, что мы сегодня даже услышали, у вас доклад, который только что-то звучало, надо просто внести в рекомендации по злокачественному новообразованию в радочной кишки ровно на том уровне, как это сделано в европейских рекомендациях. Я имею в виду, может быть, не копировать, обсудить показания противопоказания, да, но я имею в виду степень детализации. Не просто написать, что рассмотреть возможность применения органосохраняющих, а конкретно написать, рекомендуется, сколько показано, выполнение десекции для каких-то таких-то по-разному размера, типов, и так далее. Конечно, типа образования, политическую классификацию, упоминаем все, на чем мы в жизни делимся. А как именно? Мы только что, собственно, вся сессия у нас была, это был и посвящен Алиси Александрович, доклад был прекрасный, и Павел Владимирович. Что еще у нас что-то осталось? У нас время уже вышло, кстати. Так, функционально, не операбельно, но имеется в виду высокого операционного риска, что ли? Да, это как раз поможет, Павел Владимирович, что говорили. Если можно, два слова тоже скажу. Подход к стентированию, опять-таки, европейского сообщества поменялся весьма на противоположное. Если изначально стентирование являлось допустимой опцией для пациентов с анестезиологической шкалой рисков АСС, а только три рассматривалось на первом этапе, то в настоящее время, в последних пересмотрах, 20-х, 20-х, 20-х год, вышли. По стентированию, то стома рассматривается как действенная перспектива стенту. То есть, в настоящее время, стенты рекомендуется в первую очередь для уридентного купирования теста кишечной непротеренности. Но стентирование не всегда и не везде возможно. Не у всех есть технические такие... Не у всех есть стенты, по сути дела, и не все уместить темы. Хотя стентирование, на самом деле, одно из самых простых фотоспетических вмешательств. Но, тем не менее, тут можно рассматривать варианты на верное. Если там, как написано, выгодно, что стома, как написано в европейской стома, выполняется в случае, если эндоскописты недостаточно квалифицированы, или в клинике нет такой образа. То есть, это почти буквально перевод. То есть, на первую очередь полагается рассмотреть стентрирование. Спасибо большое. Коллеги, я думаю, что мы достаточно продуктивно сегодня поработали. Многие вопросы, которые вызывают всегда интерес или имеют неоднозначную трактовку, мы, по крайней мере, получили очень четкие ответы на уровне того, не как в целом подхода, а конкретно, как выполняется в той или иной клинике. Теперь задача рабочей группы. Сергей Сергеевич нам обещал, что это будет предложение, в том числе, подписанное академиком Андреем Дмитриевичем Каплиным, которое, надеюсь, будут услышаны и внесены в новую редакцию актуальных клинических рекомендаций по новообразованию, в данном случае ободочной книжке, как справедливо Виктор Владимирович заметил.